Клубы дыма видны еще до въезда в Алексеевский район. Сильный запах гари и треск сгоревшей соломы. Первые сообщения о пожаре сотрудники МЧС получили еще накануне в 6 часов вечера. В считанные часы в огне оказались 500 квадратных метров полей пшеницы. Зерно, к счастью, успели убрать. Горит солома. Оценить точный ущерб от пожара на полях Алексеевского района сейчас очень сложно. Ведь его масштабы увеличиваются с каждой минутой, становясь все больше и больше. Сейчас мы подошли максимально близко к огню и гарью здесь пропахло абсолютно все в округе, включая нашу одежду. Солома сухая и пламя распространяется очень быстро. Этому способствует и ветер, и солнечная погода. Аграрии боятся, что огонь перекинется на соседние поля. Здесь еще не убран урожай. Получилось, что стерня загорелась. Но загорелась она с оврага. Видимо, или ребятишки, или проезжие поигрались. Не знаю, как получилось. Мы это заметили уже, когда она возгорания началась. Поджигать сухую траву вне закона. Последствия – это сотни квадратных метров выгоревших полей. Алексеевск – это еще одна точка на карте пожаров России. Горел Саратов, Иркутск, горит Волгоградская область. Последним на выходные эвакуированы жители двух сел и перекрыли федеральную трассу. Нарушение правил пожарной безопасности влечет наложение штрафа на физических лиц от 1500 до 5000 рублей. Обязанность обеспечения пожарной безопасности в части порядка содержания территории возлагается на собственников или арендаторов земли. Сейчас в Алексеевском районе усилен контроль противопожарной безопасности. На полях дежурят местные жители. Спасатели призывают соблюдать все правила безопасности на природе. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ, Алексеевский район.